Руководитель творческой студии «Чудо-ручки» Анастасия Боярская из Наринмара стала финалисткой всероссийского конкурса «Доброволец России-2016». В этом году конкурс собрал рекордное количество участников. Полторы тысячи молодых людей со всех регионов страны претендовали стать лучшими среди волонтеров. 54 из них встретятся в финале и продолжат борьбу за победу. О том, как проект «Талант в каждом» дошел до финала, расскажет Любовь Пермякова. Проект «Талант в каждом» – это совместная работа мастериц из некоммерческой организации «Чудо-ручки». Благодаря творческой влюбленности руководителя студии Анастасии Боярской и девяти единомышленницам у окружной детворы появились большие творческие возможности. Работа, мастер-классы и кружки в рамках этого проекта проводились с детьми в школе-интернат, проводились с детьми коррекционные школы, также привлекались дети из многодетных семей и из малообеспеченных семей, то есть так называемое население социально незащищенное. С октября по сентябрь 2016 года варили мыло, плели из бисера, вязали, шили кукол, занимались скрабукингом, светдизайном и другими видами современного искусства около 300 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Такой творческий бум и количество участников в нем впечатлило и экспертов комиссии, которая состояла из известных общественных деятелей, лидеров добровольческих объединений и представителей органов власти конкурса «Доброволец России-2016». Проект вошел в финал в номинации «Социальное волонтерство. Помощь детям». Мы будем надеяться, в ее номинации всего три человека, и что, возможно, Настя сможет стать победителем, не призером. Естественно, она поедет и будет представлять регион. Конкурс пройдет в рамках Всероссийского форума «Доброволец России», который в этом году будет проходить в Санкт-Петербурге. Также регион представят еще другие ребята, то есть это еще один победитель конкурса, регионального этапа конкурса. Затем руководитель волонтерского движения «Волонтеры Победы» у нас Сергей Канев. И волонтер, который занимается здоровым образом жизни, курирует вопросы волонтерства по ЗОЖ, это Валерия Легейда. По словам Натальи Ермаковой, форум соберет на одной площадке более тысячи активистов из 85 регионов страны, которые смогут поделиться опытом, обсудят лучшие практики и основные достижения волонтерской деятельности. Именно там по этапу второго конкурса определятся и лучшие волонтеры страны, которых наградят ежегодные премии «Доброволец России». Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».